Лидерство и стратегия 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 компаний мира и стали лидерами это о чем говорит о том что да есть какие-то правила быстро красиво и все сразу это только в кино у нас все по чуть-чуть и здесь нужно конечно отдать какой-то определенный массив времени на достижение сверхрезультата исходя из опыта я работал генеральным директором аудио центра ганка аудио центра ганка 15 с половиной лет да мы стали лучшим близким пройти в европе да меня признали лучшим менеджер в европе по ценке аудио г но это 15 с половиной лет от звонка до звонка это тоже массив времени и сейчас у меня также есть риски план на 15 лет поэтому я считаю исходя из своего опыта исходя из этой статистики да что стратегия должна быть но 15 лет это первое второе может быть стратегия меньше да может быть и 10 лет может быть и 5 лучше иметь стратегию на 5 лет или даже на 3 чем ее не иметь еще раз подчеркну и наличие стратегии является конкурентным преимуществом почему потому что когда есть стратегия когда ты начинаешь каскадировать каскадировать свои долгосрочные операционные планы исходя из этой большой цели это это очень важно я считаю что стратегия может являться как стратегической целью потому что описательный характер я не люблю если описывать стратегию то максимально максимально это одна страничка но даже на этой страничке должно быть четко понятно просто и ясно потому что чем более понятней стратегии всем сотрудникам именно всем сотрудникам тем больше шансов на то что стратегия а будет понято будет выполняться и самое главное вся как всех вся команда достигнет заданных параметров поэтому на мой взгляд более интересно стратегию перевести просто в цифру сделать стратегическую цель поставить одну цифру которая характеризует куда же компания хочет прийти это очень важно почему потому что когда есть цифра тогда есть элемент сравнения то есть есть измеритель до план факт когда есть стратегическая цель тогда ее нужно декомпозировать и на мой взгляд очень хорошая форма иметь пятилетние планы я два раза имел такой опыт до пятилетних планов я скажу что да они сработали хорошо и сейчас вот января этого года я также утвердил для себя также пятилетний план считаю что пятилетнем плане тоже должны быть цифры и должно быть немного их может быть три четыре максимум пять именно исходя через призму исторической цели для того чтобы можно было смотреть и декомпозировать дальше в операционные планы операционные планы подразумевают под собой основной документ генерального директора это конечно бюджет поэтому операционный план план это это год да да это год далее конечно можно разбить на ежеквартальные планы ежемесячные есть у некоторых опыт даже разбивают на еженедельные планы поэтому операционный план который принимается в виде бюджета 1 в виде ресурсного плана 2 в виде маркингового плана 3 в виде балансовой ведомости 4 в виде движ ддс движение денежных средств 5 ну если у кого-то есть инвестиционная деятельность в виде инвестиционного плана вот такие основополагающие документы делают очертания именно операционного бюджета операционных планов которые направлены на выполнение долгосрочных а долгосрочные ведут к исполнению к выполнению строительских целей вот мне кажется такой вектор четкий понятный ясный то есть упрощаем простота залогу успеха первое на 15 лет на 15 лет сделать одну ключевую цель одну строительскую цель одну цель и здесь хочу сказать что очень важно очень важно я понимаю что зачастую у нас генеральные директора как правило это собственники леса владельцы да мы понимаем тот финансовый показатель который является для нас основным но финансовый показатель для команды не является основным поэтому здесь нужно такую вот ну что ли амбициозную такую сильную интересную цель придумать виде мы станем лидерами в регионе мы станем лидерами в отрасли мы займем такую-то долю рынка мы масштабируем бизнес придем во все миллионники мы откроем столько филиалов то есть понимаете то есть то что вот можно и посчитать это что будет интересно всей команде поэтому на втором месте можно когда поставить финансовый показатель да что говорит про пятилетние долгосрочные планы на мой взгляд здесь может быть 34 ну максимум пять ключевых показателей ключевых показателей которые характеризуют как мы будем достигать долгосрочной перспективе эти цели если говорить про операционные планы операционные планы мне думается здесь зависимости от бизнеса зависимости от масштаба бизнеса от уровня развития бизнеса ну и возьмем допустим так то компания которая уже прошла точку без убыточности на мой взгляд в среднем это может быть 20 20 25 ключевых показателей ключевых показателей которые характеризуют как мы движемся как мы выполняем операционные планы вот и получается вот такая интересная пирамида когда в основании здесь мы знаем свою цель и мы к этой цели идем эта цель декомпозирована на пятилетки или три пятилетки или две пятилетки до далее мы делаем операционный план и понимаем что как раз то вот здесь искусство лидера он должен одним глазом смотреть на стрельскую цель а другим глазом на операционные показатели и нужно как и операционные показатели выполнять каждый месяц каждый квартал каждый год и также приближаться именно к стрельской цели если не стрельской цели то тогда могут быть операционные планы просто неинтересные или сиюминутные если есть три ская цель но отсутствует операционные планы операционный бизнес то тогда мы не достигнем и исторической цели поэтому это взаимосвязано и на мой взгляд здесь хорошим таким связующим звеном служит интересная хорошая стратегия вернее теория которая подразумевает соединение и стратегии операционного бизнеса это так называемая сбалансированная система показателей я специально привез книжечку вот такая очень хорошая книжечка рекомендую нортона и каплана так получилось что я об этой теории впервые услышал еще в 90-е годы в америке а потом снова так вот получилось что я был первый кто в россии внедрил эту систему сбалансированных показателей то есть я цифровал весь бизнес я создал панель управления которая сочетает и среди ские цели и долговременные цели и операционные цели очень хорошая теория я даже не представляю как можно управлять компанией не имея вот такой инструмент в виде ссп в виде сбалансированной системы показателей поэтому коллеги рекомендую очень хорошая книжечка а если говорить еще о стратегии что же я подразумеваю под словом тратера стратегия это изменение отношения изменить отношение с сотрудниками изменению отношение с клиентами изменение отношений с партнерами поставщиками самом деле когда мы идем советской цели то You отношения должны видоизменяться они должны видоизменяться через призму достижения как и долговременной так и стратегической цели поэтому имеете зрительскую цель на 15 лет если на 15 лет вы считаете это трудно на 10 лет или на 5 лет если другие друг друзья конкуренты ваши не имеют этих целей стратегических а вы будете иметь вы будете чуть чуть сильны тем самым вы попадете в тех 10 процентов которые имеют шанс выполнить свои свои стратегические цели поэтому не каждой сфер цель дает сверхрезультат но не бывает сверхрезультат без сверхцели поэтому сверхцель она первична в бизнесе ее нужно иметь ее нужно на дне нужно работать она должна будоражить она должна вот воодушевлять а должна всплачивать на должна вовлекать а должна давать развитие для того, чтобы компания изо дня в день, из месяца в месяц росла и развивалась. Ставьте амбициозные стратегические цели. Дорогу осилит идущий. И помним принцип лидерства. В бизнесе возможно все.